Всем здорова! Вы знали, что осень официально начинается не 1 сентября, а 22 сентября? Это означает, что мы все еще продолжаем провожать это замечательное лето. Если вам как-то стало хорошо от этой информации, могу за вас только порадоваться. Но сегодня мы, конечно же, обсуждаем не погоду, а технологические новости. Как всегда, по субботам заваривайте свои напитки, берите свою еду, погнали! Вот мы с вами который месяц подряд перемываем косточки еще не вышедшему iPhone 12, а про самое главное в этом смартфоне мы забыли. А что самое главное в новых iPhone? Конечно же, новый цвет. Ну это шутка, если что. Хотя, как сказать шутка, мы можем месяцами следить за технологическим процессом новых A14 Bionic, восхищаться камерой, экраном, фишками операционной системы, как только Apple выкатывает новый iPhone, обсуждают три вещи. Размер его брови, форму камеры в виде конфорта и, конечно же, новый цвет. Кстати, напомню, что отличительной особенностью в прошлом году iPhone 11 Pro стал зеленый цвет, такого, знаете, болотного цвета. И все сразу начали, ну, наверное, компания в этом что-то понимает, в этом есть что-то тонкое от искусства. Наверняка это какой-нибудь еще и цвет года. Ведь сама компания Pantone заявила, что вот такой зеленый цвет – это прямо обменование нового поколения, нового года. Ах, знали бы в Pantone, что цветом 2020 года должен был стать коричневый. Ну, если вы понимаете, о чем я. В общем, к чему это? А теперь-то мы знаем приблизительно, каким цветом будет отличаться 12 iPhone. Это будет, внимание, темно-синий цвет. По крайней мере, на это ссылается ресурс MacRumors, ссылаясь на Макса Вейнбаха, еще на ресурс DigiTimes. И вот темно-синий цвет. Прям посмотрим, как его будем воспринимать. И вы знаете, на что я сразу думаю? Огромное количество Android-производителей просто из кожи вон лезут, чтобы хоть как-то выделиться на рынке смартфонов. Придумывают различные градиенты, переливы, текстуры, разные формы корпуса. Но Apple берет, просто делает обычный, спокойный цвет. И вот таким самым выделяется среди всего этого зоопарка устройств. И, кстати, я напомню, что теперь-то за дизайн, за цвета и прочие вещи в Apple отвечает не Джонатан Айф. Его уже нет. У него свое отдельное рекламное или какое-то дизайнерское агентство. Я не знаю, чем он занимается. Вообще никаких слухов, никаких сливов. Вы говорили, что Apple будет обращаться к нему, как бы брать в суд подряд, чтобы он помогал в каких-то вопросах. Видимо, все это просто разговор. А раз мы уж начали про айфоны, про цвета и прочие вещи, пора сделать очередную перекличку, ведь сентябрь. Вот вы часто задаете вопрос, какой смартфон лучше выбрать. Понятное дело, что таким образом вы пытаетесь просто переложить ответственность себя на чужое мнение. Но в этом есть доля правды. Ведь когда доходит дело до траты круглой суммы денег, тут-то становится немножечко ссыкотно за свое личное решение. Нужно заручиться поддержкой со стороны. Если что-то пойдет не так, то кто виноват? А то Вася дурак виноват, он мне это порекомендовал. И в этом вопросе, наверное, можно положиться на мнение любимого блогера, либо заручиться собственной чуйкой. А еще можно посмотреть на рейтинг продажи смартфонов по всему миру. И тоже как бы информация будет полезна. Ведь миллионы смартфонов, которые продаются, они уже на руках. И наверняка большинство пользователей, если столкнулись с какой-то проблемой, они уже накатали отзыв в интернете. Поэтому сегодня мы смотрим на рейтинг самых продаваемых смартфонов в первом полугодии 2020 года. И когда я увидел эту информацию, я чуть не посидел. Кстати, у меня даже появилась очень интересная идея. Давайте сделаем в новостях некую подрубрику наших подписчиков. То есть вы будете писать мне на почту, либо же в какой-то другой социальной сети, свой опыт использования тем или иным устройством и описывать негативные факторы спустя долгое время его использования. Там год, два, либо три. Мне вот интересно, как много людей откликнется на такой позыв, да? Вот я прям буду брать, зачитывать в новостях ваш опыт эксплуатации. Сможете ли вы признать хотя бы сами для себя все негативные стороны своего смартфона и признаться, что сделали неправильный выбор? Давайте в комментариях попробуем полайкать мой закрепленный коммент и посмотрим, сколько таких людей, которые готовы делиться впечатлениями, а я их буду обнародовать. И теперь переходим к самой новости. Аналитическое агентство под названием Omdi составило рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за полгода 2020 года. Как думаете, какой смартфон оказался на первом месте по продажам во всем мире? Правильно. Вот этот вот смартфон. iPhone 11 30, 7,7 миллиона штук. Ну, то есть, как бы здесь ничего не поменялось, ничего удивительного. Самый, там, условно говоря, доступный флагманский смартфон компании Apple продается хорошо, мы все это прекрасно знали. Что удивительно, на втором месте находится смартфон компании Samsung A51. И его продали 11,7 миллионов штук. То есть, посмотрите, какой огромный разрыв между первым и вторым местом, а разрыв стоимости между этими смартфонами еще больше. То есть, более дорогое устройство продавалось чуть ли не в три раза чаще. Третье место, и для меня это стало неожиданностью, что на третьем месте оказался смартфон Redmi Note 8 компании Xiaomi. Но то, что Xiaomi в рейтинге присутствует, это уже привычно. Но то, что именно этот смартфон, это о многом говорит. Потому что в этом году у Xiaomi вышло достаточное количество разных смартфонов, покупая трубку более старую. 11 миллионов устройств. Потом уже пошла и Pro версия этого смартфона в рейтинге. И самое крутое. Кто оказался на пятом месте? Да, тот самый смартфон, который никому не нужен, который никто не купит. Apple не угадала пользовательский запрос. Это iPhone SE 2020 на пятом месте. Почти 9 миллионов проданных смартфонов. Вот такой вот не нужен никому смартфон. Но самое крутое в этом топе – не конкретные модели смартфонов. Вот просто посмотрите внимательно на этот список, о чем он вам говорит. Для меня он говорит следующее. В этом списке есть три бренда смартфонов. Apple, Samsung и Xiaomi. В принципе, ну как бы ничего удивительного. Но удивительно то, что среди всех устройств там только одно устройство компании Samsung. Все остальное сплошь и рядом – это Apple и Xiaomi. То есть чисто технически самыми популярными брендами в 2020 году стали Apple и Xiaomi. Стоят просто рядом в притирку друг к другу, как две крайности – самые дорогие смартфоны и самые доступные смартфоны. То есть можно было бы сказать, что две крайности – это смартфоны для обеспеченных людей, смартфоны для нищебродов. Многие возразят, мол, ну у Xiaomi ведь есть тоже дорогущие смартфоны. Но в этом рейтинге нет ни одного смартфона компании Xiaomi, который стоил бы дороже 250 долларов. И это просто обалдеть. Особенно если посмотреть на этот же рейтинг и как бы на этот же период времени 2019 года. Там была россыпь смартфонов разных. Видите, как кризис отрезвляет и ставит все на свои места. Выделяет самых сильных мира сего. Самые сильные мира сего – это сейчас Apple и Xiaomi. В случае с Apple я не удивлен. Хотя многие удивятся, скажут, как можно покупать такие дорогие смартфоны со средними техническими характеристиками. Но это мы не будем обсуждать. Я удивлен тому, что Xiaomi, как бы мы к ней не относились, любили бы мы этот бренд, не любили, нельзя не уважать за это Xiaomi. Они действительно достигли своей цели. Я не знаю, была ли установка внутри компании встать рядом с самым дорогим брендом, с Apple, но по факту так и получилось. Они делят с ними рынок. На этой неделе мы еще также узнали о новинках, которые готовит для нас компания Apple до выпуска новых айфонов. То есть есть предположение, что в сентябре будет презентация не айфонов, а других продуктов. А айфоны уже будут в октябре. Это какие-то продукты у Apple. Это новый iPad Air четвертого поколения, новый Apple Watch, новая Apple TV. И вот тот самый гаджет, о котором мы уже не первый год говорим. Это метки компании Apple, которые будут позволять находить какие-то потерянные предметы. И цепляют у них разные функции. Давайте по порядку. iPad Air четвертого поколения. Что из себя будет представлять? Дизайн целиком и полностью такой же, как у iPad Pro новых. То есть минимальный рамк по ПК. Очень красиво выглядит. Это означает, что у этого планшета теперь будет тоже Face ID. У него будет тоже зарядка USB Type-C. Я с нетерпением жду, когда в такой же концепции Apple выпустит iPad Mini. Прикиньте, как будет клево. Маленький планшетик с маленькими рамками. В современном дизайне с Face ID, с хорошей камерой, с хорошим звуком из Type-C. Это будет просто мечта. Я побегу его прям покупать. Это во-первых. Второе. Apple Watch. Чего от них ждать-то? В принципе, если посмотреть сейчас на то, что из себя представляет Apple Watch. Ну все уже есть, да? Есть две популярные модели. Apple Watch пятого поколения. То есть последние часы компании Apple, которые неплохо продаются. И Apple Watch третьего поколения, которые, если верить тебе каталогу, сейчас можно оторвать в районе 220-250 долларов. И, кстати, Apple Watch третьего поколения в этом году я использовал как резервные часы очень-очень часто. И я могу сказать, что они до сих пор абсолютно адекватные. Они хорошо, быстро работают, выполняют свои функции от начала до кончала, как говорится. Про приставку Apple TV особо сказать-то и нечего, потому что я не могу сказать, что это прям очень популярная приставка в наших широтах. Я до сих пор пользуюсь предыдущей версией и как бы нормально выполняет свою функцию, что еще от нее нужно. А вот метки Apple, это действительно интересная штука. Вы же помните, что в 11-м айфоне был даже специальный датчик, который позволял на определенном расстоянии посылать нужные сигналы близлежащим гаджетам компании Apple. Это будет завязано с метками. Но в этой новости все интересно вот чем. Пока Apple еще это официально не анонсировала и не выпустила, Xiaomi подсуетилась и создала свой собственный аналог подобных меток, стоимость которых 3 бакса. То есть хоть бери целую жменьку сразу и покупай, раскидывай по дому, по квартире, по автомобилю и пользуйся. Назначай нужные действия и потом быстро их выполнять при помощи этих меток. Вот мне просто интересно теперь сравнить, сколько будет стоить метка компании Apple и сколько будет стоить метка компании Xiaomi. Я думаю, разница в цене будет раз в 10. Но это еще не означает, что у Xiaomi лучше или хуже. Это нужно будет проверять на реальном взаимодействии. Но я заметил другую вещь. Каждый год Xiaomi создает какие-то маленькие продукты, которые явно скопированы у Apple и которые выходят раньше, чем у Apple. То есть даже по действиям компании Xiaomi можно судить о том, что будет делать компания Apple в дальнейшем. Безусловно, самой громкой новостью уходящей недели была презентация компании NVIDIA и новых видеокарт. Я как человек, который играет в игры на стационарном компьютере, не мог пройти стороной. Конечно же, я смотрел презентацию. И когда я увидел стоимость новых продуктов, их технические характеристики 3070, 3080 и 3090, я представил себе, каково это быть пользователем, который буквально недавно купил себе 2080 Ti за огромные деньги. Наверное, очень сильно обидно, потому что цена действительно 3070, видеокарта, которая будет просто народной видеокартой. И уже говорят, что на все эти видеокарты до конца года будет просто катастрофический дефицит. Уже просто их все раскупят. 3070 в том, что 499 долларов, а заявленная мощность повыше, чем у 2080. Это просто безумие. Про видеокарту 3080 за 700 долларов и про ее возможности тоже много чего можно рассказать, но больше всего меня удивила видеокарта 3090. Потому что заявленные вещи это что-то невообразимое. И сам SEO-компания NVIDIA заявил, что потенциал этой видеокарты мы сможем узнать и раскрыть явно-таки не в ближайшие годы. И то есть что получается? Потолок, все, остановились, выпустили видеокарту и больше не будете новых продуктов выпускать. Это что-то слабо верится, хотя заявленные те же 8К 60 кадров в секунду гейминг это что-то прям вообще невообразимое. Но я как пользователь видеокарты 2070 Super вообще сплю спокойно, потому что ее производительности мне хватает для абсолютно всех задач. Я играю в любые игры, я спокойно рендлю там 20-30 минутные видосы в 4К и никакого вообще дискомфорта не ощущаю. То есть с одной стороны, наверное, хочется, знаете, вот хочется новый продукт, попробовать, я, наверное, запрошу NVIDIA именно 3090. Ну просто понять, влезет она в мой корпус или нет, там такая дрымба какая-то нереальная. А во всех остальных случаях действительно жизненный цикл видеокарт очень и очень большой. Особенно если посмотреть на рейтинг продажи видеокарт за 2020 год, то становится понятно, что такие решения как 2080, либо же та же самая 3080 в будущем это вообще не самые популярные решения. Самые популярные карты, которые чаще всего брали это 1050 Ti и 2060, то есть самые доступные геймерские видеокарты. Поэтому как бы компания вроде бы разрабатывает что-то грандиозное, но этим пользуются просто там децил людей. Но что меня больше всего удивило в этой презентации, это не новые продукты, а их программные продукты. Я говорю про приложение Broadcast, которое сделано для стримеров, показывали, просто демонстрировали ее возможности, что оно умеет. Ну то есть, понятное дело, там очистка голоса от шумов в режиме онлайн-трансляции, замена заднего фона, это все AI умеет. Мне очень понравилось, как это приложение умеет следить за головой ведущего, то есть, по сути, она кропает картинку, а потом, когда ты начинаешь двигаться в кадре, за тобой просто следует вот видоискатель, как бы камера. И мне кажется, это прям очень круто, если вы ведете стримы. Я когда увидел, хотел бы думать, что я стрим не веду, так прикольно. Но на этой неделе отличилась очень сильно компания Asus. Сейчас я объясню, что произошло. Все вы наверняка слышали новость о том, что компания Intel презентовала новое поколение процессоров Intel Core 11-го поколения. Я об этой новости узнал еще раньше, чем это сделала сама компания Intel, потому что ко мне на тест заранее приехал новый ноутбук Asus. Я сегодня о нем особо рассказывать не буду, потому что только взялся, грубо говоря, за него. Да, это новый ноутбук на 11-м поколении процессоров компании Intel. Это маленький ноутбук, называется он Flip S. Во-первых, у него OLED-экран с 4К разрешением. И если на разрешение мне как бы плевать в ноутбуке, но я могу сказать, что OLED-экран в ноутбуке это очень круто. Наконец-то очень круто. Я всегда предъявлял претензии Windows ноутбукам, что ну вот как бы вы делаете все экраны, но с Mac все равно не сравнимо. Ни калибровка, ни цветопередача. Ну вот теперь, когда смотришь на OLED-экран, такой да, вот теперь окей. К тому же, если Mac в скором времени придут тоже на OLED, они как бы вынужденно сделают ну как бы такой же почти экран, и все уравняется. Это хорошо. Когда я посмотрел на технические характеристики этой малютки, это реально малютка. Это очень маленький компактный ноутбук. Я прям прозрел. Посмотрите, как он тонкий. 16 гигов оперативки, терабайт накопитель и процессор на новой графической системе Iris X. И судя по заявлениям не Asus, а заявлениям самой компании Intel, производительность в отдельных приложениях, допустим, рендер в премьере усилился чуть ли не на 200%. А это, знаете ли, ни хрена себе. И что самое интересное, допустим, когда компания Apple заявляет, что вот новые их ноутбуки на ARM-системе будут работать 15 часов без подзарядки, потому что ARM, энергоэффективность, этот ноутбук тоже заявляет 15 часов работы. Но это мы как бы еще все будем выяснять, как это все работает, потому что, говорю, только все это дело приехало, я просто как бы в новостях вам рассказываю. 1,2 килограмма масса, и как думаешь, а куда еще меньше? Ну как еще меньше сделать ноутбук? Они все равно делают его меньше. Кстати, что я забыл сказать, это же трансформер, он раскладывается, и при этом у ноутбука еще и сенсорный экран, и он поддерживает стилус родной, Asus-овский, не только Asus-овский. В общем, где-то через недельку, может через две, можете ждать от меня отзыв об этой машине. Я даже не знаю, сколько это дело будет стоить. Помните новость о том, что Индия всячески пытается блокировать разные китайские сервисы. Мы как-то ее оговорили несколько недель назад, потом забыли. И вот всплыла новая информация, заблокировано 117 следующих сервисов, включая сервисы WeChat, и самое главное, в Индии недоступен PUBG Mobile. Все, капец, это как минимум митинг, все школьники Индии выйдут, а если все школьники Индии выйдут, то ось земная немножко пошатнется. А если без шуток, я смотрю на список приложений, сервисов и игр, и понимаю, что все эти сервисы, приложения, игры я очень часто встречал на просторах Play Market, то есть это очень популярные мобильные игры, у которых реально многомиллионная аудитория. Когда мы говорим многомиллионная аудитория, это как раз про Индию, потому что там они все, как бы, сконцентрированы все эти люди, и что будет дальше вообще не совсем понятно, что происходит какая-то вакханалия. И заключительной новостью на сегодня будет то, что вы знали, что сейчас в Германии, оказывается, проходит выставка IFA 2020, то есть да, та самая выставка, которую мы каждый год посещали в Берлине, она каким-то образом проходит, про нее никто ничего не слышал, а продукты-то анонсируются. И на этой выставке там Samsung отличилась, провела какой-то виртуальный ивент, на котором показала целую кучу новых устройств, какой-то новый смартфон Galaxy A42 с 5G, доступное устройство в Америке, про него сейчас столько шума вообще, новый типа бестселлер у них, там это будет и прочие вещи. Показали новый браслет, по-моему, Galaxy Fit 2 он называется, и я сразу вспоминаю, что у компании Samsung давным-давно был замечательнейший фитнес-трекер, который назывался Gear Fit. Это было что-то космическое, то есть это был крупный корпус, это был изогнутый OLED-экран, очень цветной, красиво, этот как бы трекер сам даже определял вашу активность еще на тот момент, то есть я садился на велосипед, а он такой, о, вы на велике, давайте за тречем, а то я говорю, о, давайте. И когда была презентация Galaxy A20 Ultra, я в офисе Samsung взял вопрос, говорю, а что, судьба там, Gear Fit, а где он? Мне сказали, ну, мы спросим, но мы не знаем, и я прям тоскую по этому устройству, потому что это был как бы фитнес-трекер, но с функциональностью реально смарт-часов, и я вообще с удовольствием воспользовался бы таким гаджетом. Ребят, простите, наврал, это была не последняя новость. Оказывается, что в сети появились предположительные цены на смартфон Pixel 5, и, похоже, компания Google собирается, ну, так сказать, вернуться в средний ценовой сегмент по меркам, как минимум, Америки. Ну, мы же уже с вами привыкли, что флагманский смартфон должен стоить тысячу долларов, ну, как он у всех стоит, 1800-900 долларов. А вот в этот раз все не так, и использование платформы Snapdragon 765G заставило компанию Google как бы пошатнуться в этом вопросе и пойти как бы в сторону пользователей. Итак, сколько будет стоить Pixel 5? Минимальная конфигурация этого смартфона в Европе будет стоить 629 евро, и вторая конфигурация будет на 50 долларов, 50 евро дороже, там будет больше памяти, то есть 650 баксов где-то цена будет в среднем плюс-минус по миру, но, конечно же, чтобы доставить это к нам, растаможить это все, это будет уже все 750. Дороговато. Вот теперь точно все, до встречи в следующем выпуске новостей, по-моему, это во вторник будет, конечно же, мы уже как бы традиционно выходим по субботам и вторникам, потому что вот за этот отрезок времени выходят следующие новости, рынок, так сказать, просыпается, в понедельник насыпает огромное количество разных событий, а мы с вами с удовольствием про них рассказываем. Вы также можете ждать на канале подробный опыт эксплуатации Galaxy Note 20 Ultra, он уже сделан, мы там его допиливаем немножко, и, кстати, после того, как мы сделали обзор наушников Galaxy Buds Live, людям понравилось, такой длинный формат. После этого смартфона обязательно будет полноценный опыт эксплуатации вот этих часов, это, конечно же, часы компании Samsung, есть много вопросов к ним, но, тем не менее, как бы вот сейчас я бегаю, плаваю, езжу на велосипеде, хожу в тренажерку, тестирую эти часы, чтобы поделиться с вами, а стоит ли того или не стоит. Хороших вам выходных. Всем пока. Продолжение следует...